Это проект «Мы и они на выезде» и я его автор Мария Шахова. Я снова отправляюсь в путешествие, чтобы показать вам еще одного иностранца, который живет в нашей с вами стране. Что же он увидел в России такого, чего не видим мы с вами? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Питер Вандер Вольф, Нидерланды. Более 20 лет назад егерь и исследователь серых китов сбежал от стресса из Голландии ради дзена на Сахалине. До ввода санкций в 2014-м изучал влияние нефтегазовых компаний на обитателей Тихого океана. После закрытия иностранных проектов потерял доход, но приобрел смысл жизни, забота о лошадях и бездомных собаках считает, что импровизация — это исключительно русский и единственно правильный подход к жизни. Питер, так красиво, как будто весь город на ладони. Да. Еще я знаю, что ты приехал сюда более 20 лет назад, вслед за своей женой, изучать флору и фауну. Ну, с реки Тихо особенно. Большая флора, да. Ты помнишь вообще свой переезд? Да, да. Расскажи, что ты почувствовал. Мне очень понравилась природа. И мы ездили в Охотское море, там первый раз в своей жизни видел лососы, ловил лососы руками, отпустил. Это для меня было чудо. Надо нам ехать сюда. Особенно потому, что здесь еще орлам было плечи находится. Это мой любимый вид хищной птицы. И первые недели я только на велосипеде здесь, именно здесь тоже остановил. Здесь была грунтовка, здесь не было такой красивый viewpoint, скажем так. А ты остался здесь только из-за орлов или почувствовал что-то магическое на этом острове? Нет, нет. Здесь что-то есть. Что-то есть, это очень сложно объясняет животное, природное, люди. Это все место, которое до сих пор осталось очень глубо, меня тоже. И каждый раз в последние 20 лет было возможность выбирать, остаюсь здесь и ухожу. И без никакого вопроса ответ всегда был, остаюсь, остаюсь. А с какими сложностями ты сталкивался, особенно в первое время? В первое время, естественно, язык. Русский, конечно, очень сложно было учить. И прямо на ходу, потому что не был репетитор, не было никого, который ты научился. Но, слава богу, много друзей до сих пор. Питер, кончается, надо так, надо так, надо так сказать. Помогай до сих пор. Помимо этого тоже немножко менталитет. Особенно в магазинах, особенно когда ты что-то продукты покупал, покупатель покупал тогда. Люди бывают там теропатцы и все, можно меня, можно меня, вот это такая вот движение, такая суета. Я так обычно жду свою очередь, спрошу или как-то. Климат, конечно, тоже, потому что я долго-долго-долго ожидал зима. И зима не приехала. Уже в декабре было, и где снег? А как? Я каждый день на свой велосипед в зоопарк ходил, где я работаю как волонтёр. А где снег? Ну что, это что? Потом, где-то начало января снег шёл. И я думаю, ну я ещё могу на снег? Нет, не мог. Потому что снег уже высыпал в течение 2 часа 50 сантиметров. И уже понимаю, что это снег. И ещё неделю снег попал, не остановил. И мы там 3 дня сидели дома. И я понимаю, о, вот эта погода, вот эта зима, это серьёзно. А как тебя люди местные вообще встретили? Ну, как иностранец, как американец, как типа… Потому что, конечно, в это время очень много иностранцев было. Вот эти проекты «Эксонская» и «Сахалинская энергия», они начинали из Нидерланды. Очень много голландцев. По-моему, 600-700 Нидерландцев здесь было. Полная колония прям. И американская, и англичанская. И очень красиво перемещало. Перемещало там. Там люди привыкли, встречаются с иностранцами. Там очень позитивные отношения. Но всё равно как-то, что там спрашиваешь и что там объясняешь, и что там как, там всегда смотрят на тебя немножко, типа «А-а, ты не русский, не русский». И это до сих пор. Мне кажется, ты уже обрусел практически. Я понимаю, что у меня свой фон, свой бэкграунд, свою социализацию. И здесь очень много нового вещей я добавил. Новая форма отношений, новая форма, как ты можешь принимать вещи в жизни. Где я раньше волнулся, как-то что-то не получил, или что-то, которое я планировал и ожидал, не получается, но тогда есть ещё поворот налево, направо, наверх, и вниз. Вот это русский, вот это русский подход. И я честно, я часто так скажу, что это очень полезно. Потому что ни одна дорога идёт вперёд. Это может через-черезь, может это делать. Здесь, конечно, очень красиво, и можно сидеть бесконечно, смотреть на этот туман, эти горы. Но я предлагаю немного прогуляться. Хорошо. А потом поехать к тебе и посмотреть, как живёшь ты. Редактор субтитров Ходилланов. Ну как, Маша, как тебе кресло? Комфортно? Нормально? Я сейчас почувствовала себя просто Машей из Маши и Медведя, знаешь. Да, достаточно комфортно. Что, в общем, мне кажется, не совсем скажешь. Той жизни, которую ты выбрал для себя, мне все-таки не совсем понятно, почему ты уехал в такое уединенное место, выбрал для себя жизнь вне города. Это, мне кажется, как-то немного диссонирует с жизнью такого голландца. Я понимаю тебя, но диссонант, смотрите, Голландия на каждый квадрат километр живет 700 человек, 700 человек один квадрат километр. Это очень много, люди везде. И я из момента, который родился, ну, красиво, там, из малыша, да, всегда искала тишина, лес, поле, и все-таки вот. Люблю люди, но не люблю постоянно быть с ним. А в Кипландии, Сахалин, особенное место, где я живу, да, уже 17 лет, это идеально, потому что здесь все, которое меня, а не только мне, нам нужно. Тишина, свежий воздух, вода, и место, просто место есть. Может быть, сначала, но, может быть, уверена, что я сначала себя не чувствую комфортно в Нидерланде. Да, там комфорт есть, там тротуары, там сантехника, там работа, там образование, там зарплата нормальная, там все есть, все, которое нам нужно на жизнь. А жизнь не только по этому, вот, на меня. Здесь тоже природа есть, здесь тоже возможность было, нашел возможность было, работать с любимыми животными, лошадью и собакой, и дальше все, китов примерно, да. Но это уникальная комбинация, которую ты не найдешь нигде. А что родственники тебя спрашивали о русских? Ну, есть такое представление, да, ну, как они, как они насчет алкоголя, спросили, про водку. Ну, они водку пьют. Но я им сказал, чтобы я понимаю, я помню, на мой поменяние, если я пятницу в Нидерланды на большой супермаркет ходил и покупал себе хлеб и так далее, как дома, там стоит очередь с этим, с этим, как называется, и там два-три ящика пива, потому что легко, вот, голландская семья, вот, в течение там выходной, они пьют вот это количество пива. И когда было в футболном матче, сколько люди пьяно ходили прям по улице в Амстердам или Уитрехт или Роттердам, да, такое вот пьянство и такое вот поведение я в Руси, на Сахалим никогда не видел. Что еще спрашивали? Работа, зарплата, услуги, жизнь, да, вот, ну, мы только ходили по проюзу в Сахалим, да, мы тоже заметили, чтобы город прекрасно выглядит, да, очень красиво, ухаживание, там такие вот маленькие парки, там все-все-все-все, каждый год лучше-лучше-лучше стало. Люди тоже, сейчас последние там 10-15 лет, вот кредиты, банка начинала давать кредиты, люди ухаживают за заничный дом, там потолковники новые поставили, там окно новые поставили, баконы новые построили, покрасить, себя построить на пригороде своих домов, да. Вот 20 лет назад это было достаточно сыро, достаточно грустно. И я им тоже тогда рассказывал, я не знаю, это такая вот, не совсем ухаживание такая вот, сейчас везде такая дорожка, такая вот, красиво можно ходить. Я взял этот дом и участок на аренду, и там построили. Короче, для меня было очень выходно, потому что я, во-первых, жил рядом с своей лошади, у нас 10 голов было тогда, и мог день и ночь за ним ухаживала. И да, конечно, комфорт нету, зима холодно, нет отопления, короче, сам угол топишь, сам дрова рубишь, туалет на улице, зима хорошо одевается, и бегает сюда, вот и обратно, так и было. Но это стоит, как-то ты просто вечером после работы еще берешь свой чай, или кофе, или свой стол, и сидишь, и слышишь, как они стоят, и хрупят. Для меня это не романтика, для меня это очень-очень полезно, очень хорошо. И этот комфорт, я иногда закрываю глаза и думаю, ой, я мечтаю, чтобы здесь было бы тепло, было бы комфортно. Но я понимаю, открою глаза, чтобы, ой, здесь свежий воздух, здесь по-другому. Питер, я предлагаю поехать, посмотреть твои самые любимые места на Сахалине, чтобы окончательно понять, почему ты променял европейский комфорт, и за что ты так любишь этот остров. КОНЕЦ Питер, мы находимся с тобой вместе, которое называется Мыс Птичий. И я так понимаю, это как раз одно из тех мест, ради которых ты остался здесь, в России. Насколько я понимаю, ты закончил в Голландии университет, какое-то время работал, ты работал там егерем, и потом вместе с женой вы приехали в Россию. Перед Россией еще было час в Южном мире, почти 10 лет. И потом, в первую очередь, мы сделали остановку в Нидерланде. Посмотрели там после 10 лет вот в какой-то другой стране, ну как Голланд я чувствовал, много поменял тогда. И раз через год-два она сделала предложение мою жена, чтобы она пришла в Сахали в рамках ее профессии как морской биолог, и работать на серии Китовых программ. Это было ей предложение, приведение к ней. Я как муж все равно хорошо поехал туда. И так я понимаю, ты еще какое-то время работал волонтером в зоопарке, где тебе в качестве зарплаты подарили как раз первую твою лошадь. Ну как подарили. Да, да, да. Выдали. Да. Я нашел зоопарк, случайно. И ходил сюда и встречался там штаб и спросил, можно говорить директором. Я по-русски вообще не говорил, только что это было ножки чуть-чуть английские. Они сказали, да, приезжай, в понедельник. В понедельник у нас был из-за работы женщина-переводчик, которая нам помогала. Она сказала, ну я такой-такой опыт, я очень хочу вам помогать. Я пока без работы, брить меня как волонтер. Но они смотрели, ты что, как волонтер? Да, хочу. Просто я не хочу сидеть дома, добавить так и так и так. Я рассказывал специализацию, опыт, который у меня был, реабилитации, тренировка хищной птицы. И приезжай. А потом раз через две недели был звонок из ветеринарного из ветеринарного зоопарка. Они пришли, они получили орла рано. Там, кто там стрелал с дропом. Ну и на операции я помогал, там дроп убирал. И на реабилитации я забрал деньги из разных компаний. Мне давало деньги, чтобы быстро построить клетку, хорошую клетку, где мы можем сохранить, как карантин, где мы можем сохранить птицу. И потом они сказали, ну вот тебе есть зарплата. У нас было очень любезное предложение. Давай, Жапитер, берите лошадь, пожалуйста. И я получил свою первую лошадь, Астра. После того, как ты поработал волонтером, через какое-то время в твоей жизни появились киты. Да. Я думаю, что, наверное, многие скажут, что это работа мечты. Просто ты наблюдаешь за китами, ты бесконечно их фотографируешь, снимаешь про них фильмы. Я, честно говоря, дальше я себе не очень представляю, как выглядела твоя работа. Расскажи, пожалуйста, чуть более подробно, в чем она заключалась. Существовало того, чтобы из берег и из лодки Луя прибежали китов или нашли кит из берег, их пофотографировали. Почему фотографировали? Потому что прямо на спина и иногда на хвост такая уникальная рисунка, которая, как перчатки палца, можно ползаться для идентификации каждого индивидуального кита. Наше наблюдение, наше программное наблюдение было гарантия, чтобы эти нефтоказы компании могут приближать их на работу. А эта работа вообще хорошо оплачивалась или нет? Да. Да. очень хорошо. Месяца до полмиллиона. Да, полмиллиона. Мы там круглые сутки работали, да? Это ответственно тоже, типа, ты сидишь, ты утром начинаешь работу, полчетвертого, а вечером, ночью, полперва, вторая часть после всех накладов, все докладов, все, которые ты уже отправил в Москву, Владивосток, в Юстин, штаты, лог спад. Как ты где-то говорил о том, что в связи с санкциями компании все ушли, проектов стало меньше. Да. С российскими компаниями, соответственно, ты пока не сотрудничаешь. Да. А про все, я понимаю, может быть, это не совсем тактичный будет вопрос, но у тебя так много лошадей, собак, как же тебе удается все это содержать? Да я сам тебя тоже каждый год спрашиваю, как мы будем жить дальше, да? Сейчас зарплата, естественно, которая налево-направо, что там получается, так там получается, да? Это, конечно, это в сто раз меньше. У нас просто, есть вещи, которые я продавал, ну просто продавал. Есть вещи, которые я могу делать. Я как иллюстратор еще работал, устроить себе на маленькие проекты, это тоже немножко дохода. На английский могу преподавать немножко, И вот этих, вот этих, этих мелочам мне помогает. Как я сейчас работаю и держу себя и свое, и свое хозяйство, это, это на край возможностей. Это не потому, что я должен жалеть, нет, это просто надо подниматься уровень, подниматься уровень работы, или что мы можем продолжать, и что мы можем дополнительно сделать. Если мы так не сделаем, если я так не сделаю, придется принимать в другом мире. Короче, импровизация, и вокруг меня всех импровизировал. Вот, что-то не хватает, кто-то на так, как сидит, кто-то, что-то не хватает, кто-то начинает копченую рыбу продавать, кто-то еще картошки есть. Мы навоз продаем тоже, понимаете, надо ждать. И где-то как там ты найдешь опять такая вот выход, дверь открывается, и давай дальше. Этому ты научился у русских? Да, да, честно, да. Я слышала, что у тебя была невероятная история по спасению фасадки. Уже там в ночи в ледяной воде просто вытаскивали. И здесь, знаешь, возникает вопрос, это же действительно такой прям героизм, нужно же так сильно любить вообще животных, живые существа, которые вообще есть на планете. Здесь вот как бы это вопрос профессионализма, личных каких-то качеств, или это вот такое, знаешь, состояние души, что называется, такая доброта какая-то невероятная. Я понимаю, никакой героизм. Всех, которые присутствуют на этой ночи, на этот вечер, там, которые нашел вот эту работу, нашел уже утром. Всех принимал свою работу, свою задачу прям как нормально. Надо же, это же надо же. Надо решать этот проблем. И там интересно было, чтобы там профессиональный спасатель МЧС передала нам возможность, да, чтобы мы там поменяли МЧС, которые вообще, вот это герои, они ходила вода и вместо лод спасало два кетенка, касатенка, как это называется, просто оттолкалось ногами лод, да, чтобы молодой не попал сюда, вот. Тогда было достаточно крутой прыг. Короче, вот эти парни вообще большой, большой поклон, и потому, что они первые часы очень много сделали. Когда застрялся самец прям выше берег и прям ужасное состояние парень очень устал был, и очень случайно мы там приехали, я там и друзья, мы вместе, мы даже не знали друг друга, то мы поехали, я позвонил там парню, который был в Москве, это иди позвоните, а мы на ходу потелефонировали, я ею, я ею, какие тебя оборудовали, какие, все, и прям на месте опять такая уникальная русская коктейл, да, импровизация, талент, обсудение, просто гениальность, кто там сказал, кто там сказал, кто там звонил, и мы вместе, все вместе, как, как, как синергия, да, вот это просто, просто, один из слов, да, все вместе решили этот проблем. Я сказал такую очень интересную, как мне кажется, мысль про вот этот настоящий русский коктейль, про импровизацию, героизм, все это вместе, мне кажется, это действительно имеет место быть у нас, у русских, но мне вот, знаешь, я очень много общаюсь с европейцами, европейцы зачастую такие, вот у них все должно быть по правилам, все по полочкам, но ведь ты тоже европеец? насколько для тебя вообще вот наша вот эта импровизация, если можно так назвать, была комфортной? Ой, это было убийство сначала, мы первую, первую, первую экспедицию туда мы сделали, на лыжи, в Жданково, на Северное, там девушка шла, очень хорошая, как называется, алпинистка тоже, ну, она не прямо надета была, да, и я уже сказал, типа, палец замерзает, и раз, и палец замерзало тоже, ну, серб, ну, давай, вот это давай, либо, как мы слили сюда, вон, это место, и лодки ломался, и мотор двигался, у нас нету, там запаса, свежка была, и клей, все сохнет, на Риме на станцию, спросили клей, вот этот, но, наконец-то, мы успевали, это все успевало, и я, естественно, такой человек, который тоже зарану, все, все на полке положит, утром проснулся, я рюкзак упакован, там термос, где-то одет, план А, план Д, план С, и я такой, я это полно отпустил, я это полно отпустил, потому что я уже понимаю, что зачем, зачем, потому что любой момент, любой момент, особенно такая страна, как Русия, очень, очень, очень быстро, и очень резко может меняться ситуация, не потому что, не потому что ситуация меняет, потому что здесь вообще другая динамика, потому что здесь машины могут ломаться, потому что человек устал, он может или она может заболеть и каталоги но нам все равно надо ехать дальше вот это руси из ничего делать что чем думать о мне надо это надо покупать это надо будет нет из ничего берешь кусок железная сварочный город и друг который имеет сварка из-за тебя о раз у меня такая вот нужно западный мир это есть конечно то есть ну это уже не не общее это все начать о надо спать звонить надо спросить надо рисовать надо решение спрашивает галако дома здесь вопрос мы ехали на машине и плыли на лодке и даже не смогли пришвартоваться и и пешком просто шли по берегу для того чтобы увидеть вот это вот действительно поистине невероятную красоту и вот ты всегда говоришь что сахалин это про людей и природу а вот голландия тогда про что в голландии такая природа такая вот такая вот атмосфере такая вот дикость такая вот вот честно нету там очень культурная там много земли забрала из моря там называется пол вода такая вот канализация канала там а здесь ты чувствуешь что такое жизнь ты здесь чувствуешь на край света ты здесь чувствуешь знак начало океана где земли на кончается где море начинается что больше хочешь ты хочешь быть прям на край и чувствует и так и так еще очень часто говорил о том что россия и сахалин в частности это про свободу я думаю что некоторые наши зрители с тобой не согласятся потому что все-таки нидерланды это вот как раз страна где есть улица красных фонарей где много чего разрешено и вот некоторые люди считают что вот там как раз про свободу расскажи тогда вот такую свободу ты имеешь ввиду ну смотрите да не было естественно насчет насчет такой моменты который ты назвал да много позволяет это все право ну спроси себя это свободность это это реал на свободность и это просто бесконечная возможность если свободы знает чтоб ты знаешь свое ограждение от и внутри это ограждение ты можешь выбирать себя и устроить себя счастлива вижен я выбираю вот это ограждение которое которое я найду здесь так и формат есть земли которые я могу пользоваться есть люди чем я могу общаться а есть еда которая через работа могу покупают это для меня уже свободность чтобы я устроил конюшна и держу лошадь и место свой друзья чтобы государство не давала возможность поставить лошадь на пастух такая возможность нету нидерланды там сразу приезжает комитет опыты что ты хочешь это знаете надо надо это надо это надо так стоит надо так спросить друзья не так строго на не так положено не так ты так и так страшно выручить и даю лучшее свой бурократия это я понятно ну на уровень которая который я хочу живу до их нету знаешь в одном из своих интервью ты говорил что ты сбежал из голландии как будто бы сбежал от некого стресса и вот многие мои гости которые приходят ко мне на интервью европейцы в основном они говорят о том что они тоже сбежали от стресса и под этим стрессом имеют ввиду какие-то безумные налоги и счета какие-то постоянные вот это вот трудоголизм который не заканчивается от какого стресса ты сбежал но очень похоже тот тот твой рассказ она похоже да и больше было очень сложно примерно тебе рабочей недели до положено это ты работаешь утром там и приезжай вечером и остался выходной как как так чтобы оно время а мы запихаемся и на этот выходной надо посмотреть он и на 2 это и надо как и это а не забываем это тоже и на субботу воскресенье а ты объездил или тебя приехала гости и друзья потому что хочется посмотреть а ну это остался как типу обязательность да и ты после такой выходной тебе просто еще и два-три дня нужно чтобы отдыхать вы еще понеделок надо было работать вот это пасти она надо 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 меня на успевать это надо успевать это вот это меня стресс был а как тогда строится твоя жизнь здесь здесь у тебя нет куда идти каких-то надо мне конечно конечно тесты я менялся вот голландское что-то надо на на что сейчас но что-то надо мой жизнь и мои обязательства это конечно сейчас касается лошадь и касается люди которые с этим занимаются я вот этот рамка себя лучше себя чувствую больше свободно план того чтобы я тебе сам выбирал никого мне скажет сейчас вот это вот это вот это я знаю что мне надо делать что нам надо делать и от этого вот этот вот выбор я уже понимаю ситуацию ты знаешь при этом нидерланды входят в десятку самых богатых и развитых стран мира а в чем тогда счастье по-голландски для голландца счастье это как говорится а еще бомбе вещи дом дерево и живут либо семья если это все положено до тебя все есть в семья и работа хорошо устроиться зарплата хорошо дом себя построить на это уже ты выполняешь свой долг к голландус так как семья или как как объеме как мы ведь мы все должен работать на вот это вот это наше это наше цел а в россии тогда как в россии тоже это немаловажно но давай другой пример как эти встречаете голландцы очень часто разговор по для такая функция я такая зарплата у меня такая вот так вот такая вот так здесь вместо друзья мода как ты встречал тоже не ваше те кто на какую зарплату на каком функции работа тип пётр и иван ты миша и она ты как и мы не говорим но не буду говорить сначала у меня такая вот такая функция такая так это как это больше плавно причем кстати дети в голландии признанные одними самых счастливых если ты говоришь про стресс да я вспомнил свое детство меня очень сильно давил это давайте берите гимназии добавьте учиться там еще и латинский и грекский классический языков там место остановит потому что тебе хороший доступ до университета дает а я то не хотел нет я не буду я не хочу отпустим я ну ну такая скандал была потому что питер бросал гимназиуме вот это давление дети это чувство тоже да потому что их толкает такая сторону которая может жить они вообще не захотят 20 лет назад кстати вот один что профессия которые постоянно слышал и свои русские друзья да вот у меня дети там у меня дочки там юрист или экономист а сейчас уже меняется слышишь и больше ветеринар антрополог эколог биология и что там поменяется здесь тоже последние 20 лет я меня это очень радостно потому что только только экономисты и юристы не помогает общество двигаться вперед а в голландии как топ вот этих профессий он такой то вот эти профессии там очень плавно сейчас есть такая вот типа такая политика политикология ты учиться такая очень очень такая очень маленькие нищие но это уже образование почему потому что на общее образование уже очень много люди уже получили свои свой 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 диплома и на них просто нету работу тоже типа экономист юрист да 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 и там политик политикология социология коммуникация все которое касается цифровой техники так далеко дома да у нас очень потому что потолок нужно люди которые как плотники до которые могут строить дом которые могут ремонтировать машины feminist никого хочет выбирать мало охоте выбирать его именно этого образование потому что все думать что вы надо надо быть и образования надо больше зарплата на общество тоже нужно вот эта работа поэтому у нас конечно тоже много мигрант я поэтому мы берем тоже постоянно люди из разной стороны которая должна выполнять базовую работу, которой обществу тоже нужно. Питер, хочу немного подытожить наше с тобой сравнение, но уже более точно. Я буду называть определённые сферы жизни, а ты ставить баллы от 1 до 5. Готов? – Хорошо, хорошо. Итак, онлайн-сервисы и документооборот в России и в Голландии. Онлайн-сервисы Нидерланды похожи очень хорошо, но не всегда так. Онлайн-сервисы Руси остался гораздо лучше. Я бы сейчас сказал 4-4. Я могу объяснять. Я недавно получил РВП-решение на время проживания. Мне нужно было много документов получать из Нидерланды. Нидерланды я коврал, 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 и иногда веб-сайты, онлайн-информация начинает скрутиться. Они давали приложение, но я не мог добиться до самого конца, и нужно было позвонить. В Руси давно-давно такая система не была. Когда я получил информацию по поводу получения РВБ, очень ясно, ярко русский веб-сайт объясняет шаг по шагу, что нужно. Это 5-6 лет назад не было, сейчас было, и мне очень помогало. Медицина в России и в Голландии. Тяжело, конечно, сравнивать Южно-Сахалинск и Амстердам, но давай сравним какой-то небольшой населенный пункт и Южно-Сахалинск. Медицинская помощь в Руси лучше. Она прямой, она адекватная, тебе скорость помощи нужна, они тебя приезжают, забирают, помогают. В Нидерланде есть амбулансы, но она не так часто. Есть врачи, которые выходные там работают, не работают, а здесь всегда есть доступ до медицинской помощи. Вот в Руси лучше, в Руси лучше. Сколько баллов ставь? 5-3. Я, кстати, впервые услышала от тебя русский мат, и мне стало интересно, а ты выучил язык, а потом мат, или сначала мат, а потом язык? Любой язык, который ты учишься в жизни, мат это самое первое. Как я испанский, по-французски, так далее, кодомный. Я, к сожалению, как я работал, на свою первую волонтерскую работу наступил, у меня постоянно люди говорили про мат. А я это принимал как обычно, нормально, русский. А когда я встречался с коллегами в офисе и продолжал пользоваться этим матом, меня посмотрели и сказали, Питер, стоп, тебе надо объяснять эти слова подробно. Я получил очень короткий колледж, по-моему, коллеги по поводу, что там сказать, что нельзя сказать. Ну, мат, это, к сожалению, самая простая, самая простая и самая быстрая. Кстати, русский мат очень хорошо. Очень яркий, очень крепкий. И для всей маты, которую я знаю, я больше люблю русский мат. Еда в Голландии и в России? А, в России пиат. Пиат, бау. В России пиат, сахлин. Сахлинская кухня вообще очень классная. Там сколько разных, там корейских, там есть японских, там русских, там есть, там... И всех наших средних азиатских друзей, Армении, Киргизии, Узбеки и так далее, которые все добавят свои ингредиенты. Самая лучшая кухня, сахлинская кухня. Как я приехал в Руссию, и первая сезон работал на Северной, залив Лунский, нам давали камбала. Я думал, что такое камбала? Это такая толстая камбала. У нас в Нидерландии читается такая тонкая камбала, самая лучшая. И французы так читают, и немецкие так. А я ни разу вкуснее камбала кушал, чем на Сахалине. Сколько ставим баллов? Десять. Русская кухня пять. Голландская кухня, извините, три. Питер, какое у нас прекрасное место. Это прекрасное завершение этого дня. Именно в такой атмосфере мне бы хотелось поговорить с тобой о личном. О личном. Ты рассказывал о том, что ты когда-то переехал сюда с женой, а теперь живешь один, с собаками, лошадьми. Расскажи, пожалуйста, почему твоя жена уехала? То есть она не смогла полюбить Сахалин? Я, как тебе сказать, да, это была, как это сказать, это была комбинация. Это было много-много разных моментов, разные вещи. Работы ей очень много было. Вот это время, очень большое давление поставили прям на выполнение. Очень много разных типов работы. Я постоянно был на командировке. И я тоже, как называется, начинал там и зоопарки, и лошади, и у меня тоже короткая работа. И мы заметили, что в течение года такой вот дрифт был, чтобы она здесь, и я там. И уже очень сложно было найти снова такой общий язык, потому что очень быстро и ситуация поменяла, интересы поменяла. Сахалину это... Ей было сложно, потому что... Особенно потому что работа, давление на работу было огромное. Она выполнила все, которое от ей спрашивали, от ей требовало. Но потом она принимала решение и ушла отсюда. Как ты считаешь, а есть вообще вот разница между русской женщиной и европейской? На моем глаз, да, русская женщина иногда очень тренится. План того, чтобы... Ей нужно такая вот, ей нужно так, ей нужно так, и, ну, типа, деньги, и комфорт, и кредитная карта, и так далее, и так далее, и так далее. Много женщин, которые я слышал вокруг себя, они, кстати, ищут больше материальности, чем душа, вот эта душевная, которая дружит. Что я чувствовал прям в своем жизни из Нидерланды, она, естественно, ну, такая вот, 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 не особо, как называется, хотела вот этот материал, этот. Ты знаешь, сейчас в Европе активно развивается такое феминистское движение, ну, и вообще феминизм в целом. А как ты относишься к идеям феминизма? Феминизм в Нидерланды был такой момент, когда женщины из разных, разных категорий и разных возрастов себя более-менее освободили от, от очень много давления или требования, которое, которое общество им давало. У нас католическая церковь очень важную роль играла, и поставили женщин на такие планы, чтобы только дома, никакой работы, надо дети раздать, и все. Ты понимаешь, как бы здесь же разница в истории получается, в то время, как католическая церковь в Голландии запрещала женщинам работать. У нас в 20 веке случилась Вторая мировая война, и все мужчины ушли на фронт. Вот. И женщины одни воспитывали и детей, кормили семьи, и вообще, в принципе, делали и мужскую, и женскую работу. И, конечно, сейчас, когда весь мир кричит о феминизме, о равенстве женщины и мужчины, у нас всегда было равенство женщины и мужчины. И женщины работали с мужчинами просто наравне. И, конечно, сейчас здесь, в России, мы хотим оставаться женщинами, настоящими женщинами. И поэтому мы говорим, да, у нас есть разделение на мужские и женские обязанности. Да, мы хотим, чтобы нам открывали дверь в машине. Да, мы хотим, чтобы нам подавали руку. Да, мы действительно по-прежнему верим в рыцарство. Но это связано именно с историческими моментами. В то время, как женщины в Европе и в Америке рожали детей и сидели дома, наши женщины работали на заводах. Нам хватило феминизма. Мы его не хотим. Мы хотим быть женщиной. Понимаю, понимаю. Потому что у нас очень часто рассказывали про Руссию, в советские времена, которые женщины, естественно, как архитекты, как стукодоры, как дизайнеры, как выполнили в Москве работу, которая не совсем в Москве работа, я бы сказала, что бы. Но наша женщина тогда сказала, что бы да, мы тоже хотим, мы тоже хотим быть архитектами, мы тоже хотим такая вот работа выполнять. Да, но у нас в России никогда не запрещали женщинам не быть архитекторами, не строителями, кем угодно. И это очень важно понимать. Но для русской женщины важно, чтобы мужчина оставался мужчиной. А что должен быть мужчиной? Что такое мужчина? Что такое женщина? А как ты считаешь? Ну, эта разница обязательно есть. И вот это отравнение, чтобы женщина одинаково а муж, а мужик, да, я тоже не верю, что это правда. но что там именно, именно мужской и там именно женщина? Есть женщина, которая покажет свою мужскую часть, да, и берет инициативу и скажет, что там надо, и они лидеры, да, они как хозяйка, там хозяйка, хозяйка семья. А муж больше такая вот человек, который хорошо выполняет и наберет, наберет. Поэтому я, я больше, я верю больше на этот плавный модел. Кто сильнее характером и успевает, и хочет, и может с аргументом убедиться, и чтобы этот подход правильный, ну хорошо, пусть решили, да? Питер, скажи, а ты когда-нибудь задумывался на тему того, чтобы вернуться обратно в Голландию и получать там пенсию, жить как обычный, простой голландский пенсионер? да, 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 ну как, когда после ковида и после того, чтобы вот эта спецоперация началась, очень много сейчас поменял, работу поменял, я думал, ёлки, зачем мне это все, зачем мне это все, я могу ехать обратно в Нидерланде, обратно развернулся и посмотрим, что там, что там есть, что там будет, конечно, такая вот задумка была, и бывает, есть, утром проснулся и думал, ё-моё, дождь идет, и опять сено отменило, привезти, опять, ну такая проблема, да, что мы, нет, я сейчас покупаю бюджет, ну сразу, сразу, а тебе, у меня два, пятка лов, да, стоит, а что с ними будет, у меня сколько собак, а что с ними будет, кто будет, наблюдает, и чувствую, чувствую просто ответство, и не хочу это бросать, так глубо сахалин садит в прент-прент под мою кожу, чтобы я их не вытащил. Питер, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Да. Три главных качества русской души. вы люди, которые очень много могут простить, простить. Честность, честность, потому что, если надо, люди здесь очень честные и прямые. Что-то не понравилось, сразу, сразу, либо лицо, либо тело, показывать, что-то не понравилось. и как-то спрашивать, ну хорошо так сказать, честность. И любовь, потому что я заметил, если у кого там здесь, кто там сильно любит и кто там хочет, это, это настоящее. Вот, для меня три, это качества, да, Ларис? Да. Для меня это три качества, которые здесь очень, очень видно и очень, очень чувствуются. три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Магазин. Встаешь на кассу и за тебе очередь, и хочешь, что там спросить, а за тебя сразу, а вазе случайно, вот так, и так, и так, за тебя, а я уже не закончил, пока не платил, и хотел, что там спросить. Вот это, вот это, нетерпение, нетерпение, чтобы, ну подождите, три секунды, я плачу, и хотел спросить. Не могу привыкнуть, не могу привыкнуть, на вот это вот. Тоже магазин, чтобы люди очень постараются поставить очень близко к тебе, прям, 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 толкают, и так далее, как думаешь. Я так, вы самая большая страна мира, а у вас, два с половиной человека, каждый квадрат километр, чем 700 человек на квадрат километр, в Нидерланды, делайте шаг назад, пожалуйста, затем вы хотите посмотреть, какой там пин-код у меня есть на карте, что там, давай шаг назад, добавьте свой privacy. Вот это у меня очень сложно. Это может быть движение. Когда я на машине ездил, и вообще, да, бывает, человек что-то неправильно делает, вот, 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 который тебе на встрече, где тебе встречается, я там очень часто заметил, чтобы люди газуют. Чем термосыд, тем антисипироваться, о, лучше давайте пропустим им тоже, потому что явно, чтобы он сделал ошибку, тем еще добавим газ и добавим стукли, потому что мы хотим показать, чтобы мы правы. Зачем тебе вот это? Вот это очень банальный момент. Ну, все. Это такие моменты, которые чувствую, так, и смотрю на вот это вот, и заметил, что, о, нет, это не мое. Что русскому нужно для счастья? Дружба, дружба и семья, чувствуем себя комфортно вокруг, вокруг, вот, 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 это очень важно для них, потому что, у меня такое ощущение, что они теряются. Вот у меня друзья, которые работают за границей, за Бережной, развернулся, потому что, одиноко остался, очень сильно скучается про семья. Вот этот контекст, вот этот случайный контекст, ему очень важно. Много русских, которые я знаю, ему очень понравится, скажем, свой участок, и домик, и теплица, и занимаемся своим, своим семьям, и хозяйством. Вот это такое вот уютное ощущение, чтобы как семья, как, и там бабушка, дебушка, там еще добавить сюда, чтобы это все, чтобы это все, как гармонизировалось. Вот это, на мой взгляд, это очень важно. Мне кажется, мы очень душевно, необычно, местами просто завораживающе красиво провели эти дни. Спасибо тебе, что показал нам Сахалин своими глазами. Спасибо, Мария. Очень рад был с вами познакомиться, и ваша группа, ваша коллега тоже. Чудесный день на маяк, миссия Министрица. Спасибо большое тоже. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши ВК и Телеграм. Все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. И главное, помните, хорошо там, где мы есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok